Юрий Андропов запомнился жителям СССР, несмотря на то, что руководил страной совсем недолго. Он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС немногим больше года, однако успел подготовить и частично провести целый ряд реформ, направленных на укрепление экономики страны. Также его считают одним из самых таинственных советских правителей. Многие детали биографии Андропова остаются неизвестными до сих пор. Разгадывали тайны исторической личности в Национальной библиотеке имени Чиваина. Тему продолжит Лея Славина. Союз Советских Социалистических Республик. Он был сугубо кабинетным руководителем с аналитическим уклоном. Редко выезжал на места в провинцию, еще реже появлялся на телевидении и встречался с прессой. О роли Юрия Андропова в истории страны спорят до сих пор. Ему удалось пройти большой путь от обычного рабочего до генерального секретаря ЦК КПСС. Однако принято считать, что Андропов лучше всего проявил себя на посту председателя КГБ. Как бы то ни было, Андропов остается одной из значимых и до конца не осмысленных ни учеными, ни обществом политических фигур 20 века. Великая видится издалека. Вы знаете, что в конце 80-х годов, в 90-х годах, когда произошел развал страны, понятно, что многие корни зла, само как зло видели КГБ СССР. А на самом деле КГБ СССР как раз играло мощную цементирующую роль, было стержнем государства, который назывался Советский Союз. И вот сегодня нам по истечении уже нескольких десятилетий важно осознать, какую роль играл КГБ СССР и его руководитель, великий Юрий Владимирович Антропов. Ответы на эти вопросы искали в рамках памятного мероприятия, посвященного легендарному политику. В Национальной библиотеке имени Чувайна подготовили тематическую выставку книг и показали фильм. Совместно с Федеральной службой безопасности мы вот этот проект делаем с большим таким, знаете, преклонением к деятельности Юрия Владимировича, к его жизни, к такому пути, вот, Евгений Петрович рассказал, действительно, партизанское движение. Вообще, вот, проследить его жизнь, да, как он образовывался. На встречу присутствовал ветеран органов безопасности Валерий Пектеев. По его словам, заслуга Антропова в том, что он, возглавляя одну из самых могущественных спецслужб мира, добился, что органы государственной безопасности уважали даже за пределами страны. Для молодого поколения, для молодых людей, для студентов, учащихся, которые сегодня пришли на эту выставку, сердечайно важно знать, что был такой руководитель нашей страны великой, Советского Союза, который оставил значительный след не только в истории нашего государства, нашей страны, но и всего мира. Памятные и торжественные мероприятия, посвященные Юрию Владимировичу, проходят в эти дни по всей России. Со дня рождения Антропова в этом году исполнилось 110 лет.